здравствуйте если у вас решили что-то отнять я имею ввиду то что вам принадлежит имущество то скорее всего отнимут будь вы рабочий менеджер среднего звена или даже топ-менеджер я сейчас говорю про уголовное дело в отношении айрата каримова из уфы башкортостан это бывший топ менеджер пао газпром это бывший депутат круто я и это не последний человек в республике и даже в отношении него такое уголовное дело на который смотришь и думаешь а как вы вообще возбудили то но смогли давайте сейчас послушаем аудиозапись на ней следователь который вел раньше дело каримова и прокурор я думаю сегодня то что нужно делать я поняла в дальнейшем я думаю что мы будем о чем вообще это записи чуть скажу попозже но там не кажется что следователь разговаривать с прокурором чем-то советуется говорит что еще сверху там кит советские поступают не кажется что уже с уголовным делом что-то не так в отношении каримова но как это запись попала в интернет следователя уволили прокурора уволили но с уголовным делом ничего не случилось его продолжили расследовать просто следователя поменяли и все и вот сейчас она уже в суде скоро будет чего все началось дело в том что каримову принадлежало 25 процентов компании а ст это миллиардная компания ему начали поступать предложение до него доходить что если он вот эти свои 25 процентов по дешевке не продаст нужным людям то у него начнутся проблемы уголовные проблемы а говорил ему это передавал ему эту информацию вадим рамазанов вадим рамазанов это мы о нем поговорим отдельно но это бывший депутат уфимского горсовета его еще называют сми решальщиком номер один в уфе и не просто так называют мы об этом скажем потом осенью 2022 года вадим рамазанов через общих знакомых потребовал от каримова айрата азатовича передать 25 процентов долей в уставном капитале ооо аисты противном случае высказывались угрозы возбуждение уголовных дел и ареста каримов отказался и сразу в декабре 22 года прокуратура прокуратура подает три иска на расторжение трех договоров которые были заключены компании аист вдумайтесь на обслуживание трех крупнейших городов республики на по эксплуатации электросетей через суд это сделать не удалось все иски суд отклонил и буквально в январе 23 года возбуждается первое уголовное дело потом второе и потом третье уголовное дело 159 статья мошенничество но куда без нее 160 статья часть 4 это вторая статья уголовное что возбудили и третья статья такая же и вот где-то возбуждая эти уголовные дела каримова сажают в сизо потом его отпускает верховный суд республики под домашний арест и вот эта запись которую мы слышали между следователем и прокурором это когда каримова отпустили они думали как ему предъявить еще одно обвинение чтобы посадить его в сизо потому что в сизо когда человек сидит это же хорошо он всегда под боком на него всегда можно давить ему можно продать свободу за нужные следствию показания летом 2023 года в сети интернет перевелась аудиозапись разговора следователя токушевой с неизвестным лицом они обсуждали возможность повторно ареста каримова но уже по второму уголовному делу который было возбудено в мае 2023 года после публикации данного аудио следователь и предположительно прокурат представитель прокуратуры республики башкортостан были уволены из органов теперь ни у кого не возникало сомнений в невиновности каримова третье уголовное дело было возбуждено в декабре 2023 года в настоящее время сторона защиты знакомится с материалами дела которые состоит из 57 томов а это более 14 тысяч листов по делу проведено более 50 экспертиз и крушено свыше 150 свидетелей однако следствие опирается на показания лишь одного свидетеля его показания составляет всего лишь пять листов и этим свидетелем является вадим все эти уголовные дела которые будут потом объединены в одно уголовное дело мошенничество 159 крутятся вокруг домиков 12 домиков которые находятся на туристической базе белый аллей якобы каримов будучи директором компании газпром нефтехин салават за деньги этой компании приватизировал эти 12 домиков с помощью определенного юридической фирмы которая имеет отношение уже на знакомой вадим рамазан и вадим рамазанов становится главным свидетелем в этом уголовном деле против каримова буквально на пяти страницах там общее дело где-то несколько десятков томов а вот сама суть само обвинение это показания рамазанова 5 страниц буквально несколько строчек можно сказать где он говорит что якобы ему каримов сказал что вот эти домики ты оформя для меня помоги мне оформить их приватизировать потому что они мне нужны лично мне якобы каримов говорил рамазанов хотя помните рамазанов еще в начале передавал некие такие предупреждения да не будем говорить угрозу предупреждения что если он не отдаст свою долю в компании аст то могут начаться проблемы вот они вам и проблема и кроме вот этой записи которую мы слушали это не одна странность этого дела там допустим не сходятся показания биллинга и показания свидетеля того самого рамазанова там допустим нету пострадавшего то есть компания газпром не за не считает себя пострадавшим а если нет пострадавшего то где состав преступления еще к примеру не привлечен сам рамазанов потому что он же тоже выходит что некий такой участник этой схемы якобы преступный а кто у нас вообще такой вадим рамазанов почему он называет решальщик номер один кроме того что он бывший депутат уфимского горсовета он еще проходил по делу по громкому делу башкирских прокуроров вот недавно в москве состоялся приговор дали там всем крупные 40 17 лет 16 лет а там были прокурора зампрокурора республики и вот рамазанов там был посредником между бизнесом и прокуратурой ну то есть он брал деньги у бизнеса передавал их прокурором а прокурора взамен решали какие-то там вопросы возбуди дело закрыть дело уголовное очень разные вопросы которые курирует прокуратура а прокуратура очень много дел курирует сроки все получили серьезные там 17 16 лет а рамазанов был кроме того что обвиняли он был еще свидетелем обвинений по идее его вообще не должны посадить а ему дали пять лет а параллельно еще был свидетелем единственным свидетелем обвинение у каримова вот такая вот забавная история вернусь того чего я начал неважно рабочего менеджер среднего звена или топ-менеджер как здесь каримов если захотят у вас что-то отнять определенные люди то они это сделают смотрите как тут все закручено заверчено да и прокуроры и решальщики и и свидетеля обвинения закон работает вот у меня такой вопрос риторический закон то вообще работает сейчас будет суд скоро будет супер и на него только надежда что он разберется в деле каримова посмотрит на вот эти доказательства которое следствие собрало и скажет на аж у вас на чем вот эти вот три статьи которого бы вы объединили в одну она на чем основывается на вот этих вот строчках что он якобы сказал что каримов сказал рамазанову что он все это для себя делает вот эти вот 12 домиков приватизирует вот такая вот история она конечно интересно посмотреть чем это обернется как это все продолжится мы будем следить за ситуацией а пока что до свидания